Привет, мои любимые подписчики и коллекционеры куколок Лол! Первой из четырех кукол серии Лолу МГ Квинс я открыла Мисс Дивайн. Видео с ней можно посмотреть на моем канале, а также перейти по ссылке в описании. Кстати, мой канал есть и на Яндекс Дзен. Если вам удобно смотреть меня там, то добро пожаловать. Единственное, что на нем видео выходит с опозданием на один день. В моей посылке приехали еще две куколки этой серии, и я хочу их открыть вместе с вами. Знаю, что многим понравилась яркая и модная кукла Лолу МГ Квинс Рануэ Дива. Ее имя в переводе Дива Подиума, она же королева моды. И еще в коробке она мне очень понравилась. Ее сестренку зовут Блин Квинс, и мы ее изображение видим с торца коробки. Так выглядит содержимое коробки внутри. Куколка одета, но на ней нет обуви. Рядом с ней находится розовая расческа Лолу МГ. Два пакетика. Пакетик с обувью. Вынимаем журнальчик. Это же приглашение на вечеринку. Королева моды. Побрякушки это моя фишка. Дорожки подиума весь день. Держи мою корону высоко. Рядышком плакат с портретом куколки. С обратной стороны нарисован трон из драгоценных камней. И это же изображение будет в коробке за куколкой. За плакатом внутри находится еще один еле заметный черный пакетик с одеждой, а подставка находится рядом с расческой под этими пакетами. После того, как я пакетики и куклу отсоединила, стало видно изображение на дне коробки. И вот оно точно такое же, как и на постере. В комплекте идет сиреневая подставка для куколки. На донышке у нее два держателя. Можно выбрать любой или использовать оба. Пакетики, на котором нарисован свиток с надписью Лолу МГ Квин. Необыкновенная блестящая сумочка. Она вся переливается блестками. У нее серебристая ручка-цепочка. И я надеялась, что она все же открывается, но ничего подобного. Блестки немножко сыпятся и остаются на пальцах. Пакетик с короной, блестящие серебряные зеркальные очки, три серые шпильки и четыре блестящие серебристые. Видно, что это обувный пакетик и в нем блестящая обувь. На штрих-коде очень понятно написано блин-блин. Что значит побрякушки-побрякушки или блестяшки-блестяшки. И тут блестящие серебристые ботинки со шнуровкой на каблуке. Они все засыпаны блестками и эти блестки тоже с них сыпятся. И теперь мы можем рассмотреть саму куколку. У Ранвэй Дива очень длинные волосы. Сиреневые пряди переплетаются в косе с розовыми. Есть нарисованные прядки-завитушки на лбу. При этом очень интересно, у нее прямо из косы выбиваются накрученные пряди. Косу нужно украсить шпильками. Сзади волосы тоже красиво уложены, а розовая прядка только впереди, возле лба. Прошивку куколки в прическе сложно просмотреть. Но я сразу вижу, что местами есть залысины, очень существенные. Но прошивка на макушке лучше, чем на затылке. У Дивы блестящая фиолетовая помада на губах, на носике веснушки. Глаза у нее голубые и подведены голубыми, фиолетовыми и розовыми тенями. В ушках уже были вставлены серебряные сережки. Эта сережка очень похожа на свисающие две цепочки. На куколке надет костюм. Это сине-сиреневые, блестящие, топ и юбка. Именно топ и юбка, а не платье. А юбка внизу присборена на резинке. Топ на черных бретельках. Сверху на костюм надето серебряное украшение из цепочек, закрепленное на шее и на бедрах. На ручках сетчатые рукава. Они закрепляются на большой пальчик. На ногах черные сетчатые колготки. Они также блестят серебром, как и рукавчики. Так как украшение пластмассовое. Его очень легко снять как с шеи, так и с бедер. Топ и юбка расстегиваются на липучке. Если снять юбку, то тут мы увидим, что колготки пришиты к трусикам такого же цвета, как и весь костюм. Под ними розовые трусики. Но если вы помните, у предыдущих кукол Лолу Инжи была такая проблема, что у них часто рвались колготки как раз здесь и по шву. Возможно, это теперь избавит нас от постоянно рвущихся колготок у кукол. Ну и куколка стала так смотреться гораздо лучше, как будто она в нижнем белье и колготках. И вот у меня еще постоянно вылетают шпильки из волос. Ноготки у куколки окрашены в серебристый цвет. У меня еще остался неоткрытым черный пакетик с изображением драгоценных камней. Это похоже на блестящий пиджак с зеленоватым и розоватым отливом. Он словно вязанный из очень жесткой люрексовой нитки. Чтобы надеть куколке пиджак, я сняла с нее сетчатые рукава. И мне понравился ее синий-голубой костюм и колготки. В целом куколка очень яркая. Голова у куколки немножко запрокидывается в сторону косы из-за того, что волосы тяжелые. Но при этом всем категорически не понравилась ее обувь. Третья куколка этой серии носит имя Призм. Я посмотрела на нее в коробке и подумала, что она самая неяркая из этой серии. И это я не о цвете. Призм королева музыки. Кто крут на сцене, но милый и очаровательный в жизни. Ее сестренку зовут Кавайи Куин. Куколка одета. Рядом с ней пакетики. Пакетик с обувью у меня открепился. За ним еще голубые розовые пакетики. Под ними пакетик с одеждой. Голубая расческа. И где-то там внутри подставка. Достаем приглашение. Некоторые называют меня раздражительной, некоторые называют меня милой. Королева треков. Я играю их громко. Плокатик. Очень красиво на нем нарисована сама Призм. С обратной стороны изображены гитары, электрогитары. И похоже, что это сцена. Подставка у куклы розовая. Еще один держатель находится снизу. Открываем розовый пакетик. Это сумочка. Черное сердечко. Серебристая ручка. С одной стороны у нее словно прикреплен брелочек с розовым сердечком. Сумка прозрачная насквозь и похожа на клетку. И еще она открывается. Сложно представить, что можно положить в такую узенькую сумочку. Но то, что вы положите, будет точно хорошо видно снаружи. Внутри голубого пакетика с короной аксессуары. Розовые очки с сердечками. Черно-розовый пояс с золотой пряжкой. Растегивается на липучке. На пакетике с обувью написано, что это обувь на шпильке. А на штрих-коде зашифрована королева рока. Посмотрим, какие же у рокерши сапожки. Красные на черной платформе и каблуке. На них много серебряных молний. Они даже на платформе и сзади по всему каблуку. На ярком пакетике с одеждой нарисованы цепочки. Это украшения или какие-то награды. Возможно, кто-то знает и вы обязательно напишите мне об этом в комментариях. А тут внутри на розовой вешалке нас ждет жилетка розовая кожаная с отложным воротничком. На ней серебристый декор. Впереди черный бант и она расстегивается на липучку впереди. А сзади получается открытая спина и посередине ремешок. Как я уже сказала, призм выглядит немного необычно. У нее синие волосы и несколько розовых прядей. Волосы собраны в хвост мальвинку. Розовые прядки в хвосте гофрированные. Впереди челка залаченная и такая коротенькая. Выглядит немножко обрублено. У куколки карие глаза. Яркая вишневая помада. Глаза очень ярко подведены розовыми стрелками. В ушках блестят застежки от молнии. А на каждой застежке еще и закреплено черное сердечко. Сережки у куколки вынимаются. А у куколки Runway Diva у меня сережки постоянно выпадали сами из уха. Голова у куклы окрашена в синий цвет и прошивка мне показалась неплохой. Единственное, что снова прядки по краям в лаке. Волосы у куколки длинные, в кудряшках. У моей куколки они уложены хорошо. Есть еще три розовые прядки. Они идут от затылка. Ноготки в черном лаке. На куколке надет очень красивый голубой топ с гофрированными рукавами на черных лямочках. На ней клетчатая юбка с тремя валанами с асимметричным разрезом. Юбку можно расстегнуть. На куколке остаются цветные розовые черные леггинсы с рисунком. Топ тоже можно расстегнуть на липучке. Леггинсы снимаются. Под ними черные трусики. Хочу напомнить для тех, кто не знает, что у куколок лолу МГ ножки немного сгибаются. Их можно согнуть и разогнуть. Обычно разгибание ноги происходит с щелчком. Как она одета, сначала мне показалось странным, будто несочетаемые между собой детали одежды. Но МГ говорит, что призм сочетает рокерский и гламурный стили. Я думаю, что эта куколка заслуживает внимания. Пишите свои впечатления о куколках. А я хочу напомнить о том, что цвет волос этих кукол меняется при дневном свете, даже в пасмурную погоду. Фото о том, как волосы кукол меняют свой цвет, я опубликую в своем телеграм-канале. Там же можно следить за кукольными новостями. Не забывайте поставить лайк. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!